На зиму мы с вами занесли пеларгонии домой и поставили на подоконники. Ну а куда же еще? Но должных условий не создали. Это летом пеларгониям нужно 25 градусов, а зимой 14. А у нас получается наоборот. Зимовка проходит в жарком и сухом воздухе городских квартир. Пеларгонии нужно не меньше 12 часов полноценного светового дня, чтобы победы не вытягивались. То есть нужна подсветка фитолампами. Но кто из нас это делает? И в итоге нижние листья желтеют, сохнут, опадают, стебли вытягиваются и оголяются. Если пеларгонию не обрезать, у нее нижняя часть куста так и останется оголенной. Из прикорневой зоны новых побегов почти не образуется. Для размножения берут верхушечные побеги или боковые. Длина черенка 5-6 см. Если на стебле имеется несколько побегов, оставляем только нижний. Макушечные можно обрезать для черенкования. Обратите внимание, если срезать черенок и не оставить на оставшейся стебле листочков, этот побег усохнет. Поэтому при обрезке часть листьев на побеги нужно обязательно оставить. Во время обрезки удаляем переросшие, тонкие, слабые побеги, слишком изогнутые, сохнущие побеги. Проредите также через чур густые участки. Пересаженные и обрезанные пеларгонии начинают подкормливать через месяц, не раньше. Если растения не пересаживали свежий грунт, то ему можно давать подкормку раз в неделю. Вы помните, что пеларгониям нужен тесный горшок? Чтобы крона растения была пушистой и равномерной, поворачивайте горшок относительно источника света. Соблюдайте режим полива, не пересушивайте, не заливайте. Некоторые побеги можно просто прищипнуть. Итак, мы нарезали черенки. Длина черенка примерно 6 см. Не меньше 5 листьев на черенке должно быть. Черенки пеларгонии в воде не укореняют, только в почвогрунте. И срез черенка нужно обязательно подсушить, иначе черенок сгниет. Я обычно черенкую вечером, но череночки лежат, подсыхают. А утром я их высаживаю в заранее подготовленный почвогрунт. Укореняйте черенки обычно через 2-3 недели. Укорененные черенки сохраняют все материнские качества и начинают свистеть уже в первое лето после укоренения. К каждому растению индивидуальный стаканчик. Вот такая у меня импровизированная тепличка, крышечка от тортиков. Но плотно закрывать такую тепличку нельзя. Черенки тоже сгниют, поэтому оставляем отдушины. Можно просто воткнуть какую-то прутик-палочку. Есть еще другой вариант. Например, вот такой пакет перфорированный. Устанавливаю свой череночник, но отверстия для продыха, для дыхания обязательно нужно оставлять. Я связываю пакет вот такой слабой резинкой. На солнце ставить черенки нельзя, они сгорят на солнце. Такой конденсат очень вреден для черенков, они сгниют. Нужно обязательно проветривать. Даже перфорированные пакеты не спасают. Нужны только отверстия сверху. Для каких-то других растений такая влажность воздуха хороша, но не для пеларгоний. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...